Итак, начинаем сегодняшнюю лекцию, очень мною любимую. Вот у нас с вами два таких направления – русская литература, серебряный век и англоязычная литература. Сегодня первая лекция по англоязычной литературе – это женская проза, англоязычная женская проза. И основные проблемы, я собираюсь вам рассказать, вообще с чем связана такая постановка вопроса, что есть женская проза, почему она появляется, и стоит ли вообще выделять женскую прозу отдельно. Но женская проза – традиция, нам сообщает британская, что женская проза – это проза, которую, собственно, изобретает женщина. То есть это не главная героиня, которая, имеется в виду, повествует, а женщина пишет. И интересен этот момент, почему? Потому что до XIX века женщина-автор, в принципе, вообще не существовала. То есть вот она появилась в Британии именно в XIX веке. И вот мы об этом будем говорить. Для России это чуть позже. И, наверное, есть очень много по феминизму работы, рассуждений. Но, наверное, так однозначно сравнивать Россию, Испанию, Великобританию, наверное, можно. Можно не сравнивать. Но мы попробуем ограничиваться сегодня, наверное, именно англоязычной, я думаю, женской прозой, традициями и инновациями. То есть посмотреть, как она развивается. Видно экран, да? Ну вот, какие основные моменты? Ну, основные моменты сразу, если вот так начать, сравнить двух писательниц. Это Сильвия Платт, известнейшая, и шотландская писательница Кэрол Энн Даффи. Они достаточно современные. Вы видите здесь годы рождения. Но вот Сильвия Платт, она не как Кэрол Энн Даффи, она вот такая грустная, она в такой трагедии, в теме самоубийства. А Кэрол Энн Даффи, она будет уже профессиональной писательницей, которая будет посвящать стихи и памфлеты королеве, которая, собственно, будет от своего письма отходить и смотреть на него со стороны. То есть определенное вот такое движение мы видим от страданий, такой вот сапрессии, запрета на свои чувства и на свою идентичность к прозе, которая профессиональна. То есть она, женщина-автор в лице Кэрол Энн Даффи, она зарабатывает деньги тем, что она пишет, и она не обязательно излагает только свои собственные эмоции в своих произведениях. Ну вот, Сильвия Платт, мы видим такую прозу очень прямо страдальческую. «Я ненавидела мужчин, потому что нуждалась в них физически, ненавиделась за их отношения. Женщины должны быть верными, а мужьям можно все». Это 80-й год, но вот здесь такое страдание определенное, да, вот страдание, которое обусловлено тем, что женщина-автор не может себя вести и чувствует так, как она есть. Вот можно говорить о немецком происхождении, о том, что это американка, которая учится в Кембридже, вот ее внимание к Вирджинии Вульф, нервные расстройства, которыми она страдает. Ну вот это биографические детали, которые вот прибавляют определенный как бы портрет, описывают вот такие определенные грани характера Сильвии Платт. Вот. А поэзия тоже достаточно вот такая грустная. «Боже, что же со мной не так, если эти мертвые рты должны раскрываться в крики». То есть вот вы видите страдание, да, страдание как основная тема женской прозы. И Керолин Дави абсолютно иной взгляд, да, вот вторая волна феминизма, гранты, написание книг, активная жизнь в обществе, совершенно другая идентичность. Вот это определенное движение, которое мы наблюдаем в женской прозе. Но дело в том, что это современность. А есть еще история. Вот если мы возьмем историческую перспективу и посмотрим, в принципе, какие есть женщины-авторы в истории Великобритании. Ну вот одна из самых ярких фигур – это Мэри Шелли. Мы видим здесь годы рождения и смерти. Это 1797-1851 год. Это потрясающий совершенно автор, который пишет знаменитую книгу «Франкенштейн». И здесь, ну мы знаем, «Франкенштейн» – это легенда о големе, которая встречается и у Гейна, и у Гоффмана. И Мэри Шелли, когда она пишет свое произведение, собственно, это задание дает Байрон, известный поэт, такой мэтр романтической английской литературы. Он дает писателям вот такое задание. И Мэри Шелли приносит свои 18 лет Франкенштейна. И Байрон поражен. То есть он поражен тем, что такая юная леди, она способна так прочувствовать проблематику трагедии этого Франкенштейна, который изобретен ученым и который начинает потом крушить все, включая самого ученого. То есть проблема вот этой вседозволенности науки и, собственно, вот эта проблема голема. А голем – это кто такой? Это Ветхий Завет. Голем – это глиняное чудище и вообще идея о том, насколько человек может сам создать другого человека. Дело в том, что человека создает Бог, да, он дыхает человека душу. А глиняный голем – это легенда о том, что можно создать как бы другого человека самому. Вот как клонирование, да, в Британии не запрещено. А проблема-то очень большая, потому что человек может создать подобие себя, но вдохнуть душу он не может, потому что Бог вдыхает душу. Вот такую проблему в свои 18 лет поднимает Мэри Шелли. Муж Мэри Шелли, Перси Шелли, тоже очень известный поэт-романтик, который женится второй раз на Мэри Шелли, он и ею очарован. Первая жена Мэри Шелли была очень такого простецкого происхождения. Она бросилась из окна, когда узнала, что Перси Шелли полюбил другую. Они отправляются в совместное путешествие. Вот вы видите, XIX век – это такое время путешествий и знакомств с миром. Компания Перси Шелли, там очень много разных авторов, там и Байрон, там озерная школа знаменитая английская, где Вордсворд, Колеридж, это такая дружба, ненависть, это литература, стихотворения, написанные под опиумом. Ну вот у Вордсворда знаменитая озерная школа, у него такой дом в Англии, в озерном крае, где живет и его жена, и дети, и сестра Дороти, которая пишет очень такие симпатичные воспоминания. Туда приезжает Байрон, туда приезжает Вальтер Скотт, ему не дают есть, потому что в Англии, не как в Испании, в Англии очень экономные люди, поэтому он ночью в паб убегает и съедает там сосиску. И вот они создают эти произведения вот на фоне этих озер замечательных и зеленых полей, то есть это время в Британии очень такое знаковое и важное. Вот это молодая особа Мари Шелли, которая, кстати, боялась с деторождения, у нее такие страхи были основательно, она очень непростая, поэтому вот феминизированные писательницы, они потом, я буду рассказывать, берут ее произведение часто как образец, она такая очень непростая, но ее книга очень сильная, и вот Байрон доволен своим заданием и доволен тем, что она так здорово справляется. То есть вот эта книга, она будет обязательно в литературе современной, как бы отголосками, вот как бы эта тема Франкенштейна, она обязательно будет присутствовать. Вот, ну вот следующие тоже такие, здесь вот, ну опять-таки мы видим на экране Швейцария, да, вот компания Джорджа Байрона, и опять, ну вот, вся идея, да, написания о том, как было дано это задание, и как был Мари Шелли создан образ вот этого монстра. Ну вот Кублахан, если вы позволите, просто для настроения той эпохи, это не женская проза, это замечательный Кольридж, который под опиумом вот в этом озеротном крае пишет свое знаменитое стихотворение «Кублахан. Видение во сне». Оно очень красивое, и переводит его на русский язык Константин Бальмонт. Оно повествует о дьяволе, но в отличие от Ворсворта, тоже английского романтика, который пишет стихи о нарциссах, Кольридж очень страстен, и это стихотворение «Видение дьявола», оно действительно производит невероятный эффект. Но никто Кольриджа не печатает, только Байрон помогает ему как-то это произведение опубликовать. Но вот мы отрывок из фильма «Джулина Темпла» увидим, где как раз читается «Кублахан», чтобы осознать, какая эпоха. А эпоха совсем не для женщин, то есть мы решили исключение для такой эпохи. Это эпоха мужского стиха, конечно. Очень известное стихотворение в Англии, очень популярное. Итак, вот одна эпоха, которая продолжается. И здесь, как бы мы говорили, 19 век. Что такое для Англии 19 век? Это викторианская Англия. Викторианская Англия – это, конечно, время, которое связано с королевой Викторией, которое, собственно, мало что делает, но это время двойных стандартов. То есть для Англии это, с одной стороны, время двойных стандартов, с другой стороны, это расцвет науки, это выставки, которые королева Виктория устраивает в гайдпарке, это как бы декларация силы человеческого разума и Дарвина. И вот в это время появляются как раз женщины-авторы. Ну вот в лице, например, сестер Бранте, хотела сказать сестричек, потому что очень много в Англии на эту тему юмора и критики, потому что вот в русской традиции, например, Джей Нейр Шарлотты Бранте – это очень знаковое произведение. Мы с детства любим Джей Нейр, каждая девушка мечтала быть на нее похожей. А для Англии это такие фигуры несколько одиозные, потому что они пересматривались. Они связаны вот с конкретной этой эпохой. Сестры Бранте и их вклад в литературу, которые неоднозначны. Потому что вот мы знаем, что Джей Нейр – популярное произведение. Мы знаем, что сестра Шарлотты Бранте, Эмили Бранте, она пишет «Грозовой перевал». Очень такое произведение о невозможности любви, о безумии. Но как мы на момент XIX века, это огромный прорыв вперед, потому что женщина-автор начинает излагать свои идеи. Пишет не под мужским псевдонимом, а под женским, под своим собственным именем. Но темы эти пересматриваются, потому что, например, «Грозовой перевал» Эмили Бранте, в современной версии, там только фигурируют подростки, потому что любовь настолько сильная, вот она такая демоническая XIX века, что как бы серьезно о ней рассуждать довольно сложно. Поэтому современную интерпретацию мы видим в подростках, в этой несостоятельности любви, в этом безумии любви. Трогательная очень история. И когда идет дождь, иногда очень хочется попасть мысленно в Англию. Я не знаю, хочется ли вам, но мне, поскольку я там долго училась, хочется иногда. И вот это как бы напоминание, этот «Грозовой перевал», «Два поместья», «Дождливая Англия», вот эти страсти, там любовь в одном доме со страшным господином, рождение ребенка в другом доме и абсолютно невозможность любви. Вот такая Эмили Бранте и такой XIX век, и такая вот там женская проза, которая не только на счастье ни на какое не рассчитывает, а просто вот в этих страстях гибнет. Ну и Джейн Эйр, конечно. Ну а Джейн Эйр будет разговор чуть позже. Джейн Эйр, Шарлотты Бранте, история Джейн, история ее становления, знакомства с мистером Рочестером, любви и счастливое обретение мистера Рочестера. Затем у нас идет другая несколько эпох, это прерафаэлиты. Прерафаэлитское братство – это стык веков, это конец XIX века, начало XX, когда появляются художники, поэты, которые полностью ломают традиции. Вот они в своей традиции возвращаются к эпохе Рафаэля, то есть к раннему возрождению. И это имена Кристины Рассетти, Данте Габриэль Рассетти, Элизаветы Браунинг. То есть там мужские и женские имена, которые провозглашают свои собственные традиции, напоминающие Рафаэля. То есть вот чтобы ощутить это, можно посмотреть вот картину известную Миле, Офелия. Офелия здесь при смерти, мы видим, она очень красивая, это очень странно так показывает. И вот как бы вот прерафаэлиты, они меняют канон, меняют канон, то, что называется Royal Academy of Arts, это академия, которая устанавливает законы, такие как, например, Рейнольдс, вот законы Рейнольдса или законы Гейнсбора, и привносит свою собственную живопись, которая сильно отличается. Вот прерафаэлиты там тоже были женщины, вот, например, Кристина Рассетти, сестра Данте Габриэль Рассетти, который вот в своих комментариях, например, в 95-м году, пишет, как бы вот хвалит. Ну, как он хвалит? Он говорит, она лучшая поэтесса со времен миссис Браунин. И если не по интеллектуальным задаткам, то в искусстве намного ее превосходит. То есть вот такой, по-английски это называется condescending, то есть такое похлопывание определенное по плечу, да, что неплохо она пишет, но вот мы не уверены, насколько она умна, но неплохо. То есть вот, как бы, конец 19-го века – это еще очень сложной женщине-автору, несмотря на то, что она появляется и, как бы, декларирует свою возможность, свои возможности. И появляется, вот если, как бы, доканчивать об этой эпохе Великобритании, появляется готический роман, то есть вот роман, элементы которого мы видим в Джейн-Эйр, элементы которого мы видим, конечно, в Грозовом перевале. Появляются такие авторы, как Томас Харди, это типичный представитель 19-го века. Кстати, вот его литература настолько, его романы настолько показательны, что даже вот Селлинджер, американский писатель известный, который пишет во время и после Второй мировой войны, он главными, устами главного героя восхищается главной героиней Томаса Харди. Главную героиню зовут Юстасия Вайт. И вот у Селлинджера его Холден, он говорит, ой, я скорее бы позвонил, не буду звонить моему, не буду звонить еще кому-то, а я скорее бы позвонил Томасу Харди, мне нравится его Юстасия Вайт. И это очень смешно, потому что у Селлинджера, вот у этого послевоенного американского автора, главный герой, он подросток. Ему все скучно, ему все неинтересно, ему все не нравится, он ходит по Нью-Йорку, не знает, куда себя девать вот в этом отчужденном мире. А кто ему нравится? Ему нравится демоническая женщина Томаса Харди и Юстасия Вай из романа «Возвращение на родину», та самая, которая бросила себя в воды мутной реки. То есть вот видите, эта героиня XIX века, такая, как Юстасия Вай, она потом будет перекочевывать в прозу, она потом будет как бы возникать. Так же, как Анна Каренина Льва Толстого, она тоже будет такой знаковой фигурой вот этой любви, невозможности, романтизма. В современную эпоху Анны Каренина невозможно, потому что такие страсти, они бурлили только в XIX веке. И это характерно и для Англии, и для Испании, и для России. Вот такой еще есть роман американо-английского писателя Генри Джеймса «Поворот винта», «Turn of the screw». Там тоже такая, как бы, вот мы, по-моему, в тот раз говорили с вами немного, психоаналитическая, может быть, трактовка. Тоже безумие женщины, тоже огромная любовь, но там больше не любовь, а вот такое безумие видений. И вот это все о чем говорит? Это говорит, что помимо женщины-автора вырисовывается еще такая, как бы, характеристика женщины-персонажа, безумный, странный, который очень хочет любить. И вот это, как бы, и викторианский роман, и готический роман, он обязательно будет такую женщину иметь, как вот такой экспонат, как такой пример. Но для нас такой пример – это Анна Каренина, потому что она очень любит, сверхлюбит. Это не XVIII век, это не XX век, это вот такие страсти, страсти, мордасти, которые как бы невозможны, особенно в последующей эпохе. Поэтому, видите, у нас не только женщина-автор, но эта женщина-автор в XIX веке, она еще в Англии и в других странах вырисовывает вот такие очень богатыми эмоциями, чувствами женский образ. Ну вот, для примера, очень хорошая постановка, замечательный фильм «Штоппорт», да, я считаю, по Льву Толстому, Анна Каренина. Почему мне так нравится эта интерпретация? Потому что к Анне Карениной здесь «Штоппорт» подходит очень деликатно. Вот Кира Найтли, она не только женщина, она актриса. То есть это не только история Анны Карениной, женщины. Это история всех постановок Анны Карениной, потому что все показано в театре. Показан русский балет, вот эти руки красивые. И мне кажется, это очень деликатно, потому что, когда показывают Анну Каренину как историю женщины, это немножечко странно. То есть получается такой подтекст, все женщины способны, будучи замужем, влюбиться, бросить мужа и погибнуть. Вот такой получается современный подтекст. Но, конечно, Анна Каренина – это значительно более глубокое произведение, и оно глубоко еще и тем, что оно имело огромное количество известных интерпретаций. Грета Гарба, Вивьен Ли – огромное количество известных актрис создавали этот образ. Поэтому вот Штоппорт подходит к нему очень деликатно. Можно посмотреть, каким образом вот это показано. Танец. 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 Ну, конечно, конечно. Вот. К Tri�ру. Субтитры подогнали Симон. 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 Она находится под большим влиянием Эмерсона, это трансценденталист американский, который пишет о душе, о природе, то есть у нее очень глубокие произведения. И, конечно, она производит огромнейшее впечатление, огромнейшее совершенно впечатление она производит на, извините, сбилась у меня презентация, сейчас одну минутку, огромнейшее впечатление она производит на читающих ее людей. Вот, и она, как бы, еще у нее история непростая, она влюбляется в женатого мужчину, и вот она очень страдает от этих чувств, она пишет очень много в стол. То есть вот эта поэтесса очень важна для истории литературы и женской прозы и Англии и Америки. И следующее имя, Вирджиния Вульф, конечно, это начало уже 20 века, это очень известный автор, это «Комната Джейкоба», это книга «На маяк», где появляется идея потока сознания. Вы знаете, это идея Бергсона, это идея брата Генри Джеймса о том, что важно в литературе не рассказывать о событиях объективных, а важно демонстрировать вот этот поток внутренней жизни. Для женщины, для женской прозы это очень важно, вот что женщина чувствует, какие у нее ассоциации. Но эта группа Блумсбери, это так называемая акварельная проза, это оппозиция мужского и женского, это вот такая, как бы, декларация иррациональности, которая очень важна для Вирджинии Вульф. Вирджиния Вульф удивительно женственная, у нее удивительно женственная проза, вот эти все мельчайшие детали, колориты, вот, и это такой английский модернизм. Замечательное кино с Николь Кидман, «Часы», где в осознанной истории трех жизней, и где вот такое настроение переда. Николь Кидман играет, вот, очень сильный грим, она играет, собственно, Вирджиния Вульф. Немножко, небольшой совсем отрывок. Ну вот эти, конечно, слова, Я сама куплю себе цветы, да, это здорово, это красиво. Там очень сильный подтекст, потому что очень по-разному может интерпретироваться, почему женщина покупает себе цветы сама. Не потому, что она не любит мужчину, и не потому, что она никого не любит, она, наоборот, как бы любит жизнь, да, поэтому здесь вот эти истории жизни обыгрываются. Миссис Далуэй, это известный роман о Вирджинии Вульф. Ну вот, я подготовила совсем небольшой отрывок, это комната Джейкоба, просто чтобы восстановить в памяти на английский вариант, если вы позволите, я прочит, нет, у меня английский вариант, нет, русский. Так что, конечно, написала Бетти Фландерс, вдавливая каблуки поглубже в песок. Оставалось только уезжать, медленно стекая с кончика золотого пера, бледно-голубые чернила расплывались в точке, потому что здесь ручка замерла. Глаза уставились в пространстве, медленно наполнились слезами. Очень чувственно, очень красиво вот такая проза у Вирджинии Вульф. И вот мы, собственно, подходим уже к феминистической критике, потому что это были писательницы, а это уже идет как бы анализ этой прозы. И очень многие у нас имена здесь, Симона де Бавуар, второй пол, это 49-й год, 63-й год, Бетти Фридман, американская феминистка, загадка женственности. 68-й год, Мэри Элман, думая о женщинах, а далее идет, у нас просто идут страшные названия, Кейт Милле, сексуальная политика, Герман Гриер, женщина-евнух. То есть вот такие активные работы по поискам и объяснению того, что есть феминизм. Ну вот 20-й век, 60-е годы, это уже вторая волна феминизма, и здесь такие есть основополагающие работы. Например, Гилберт и Губер, они пишут такую работу, сумасшедшая на чердаке. И здесь аллюзии на Джей Энэйр и на Вирджинию Вульф. У Вирджинии Вульф есть книга «A Room at the Top» о том, что любой женщине, писательнице, нужна своя комната на чердаке, где она будет сочинять. И здесь аллюзия, сумасшедшая на чердаке, это Джей Энэйр, потому что там, вы помните, первая жена мистера Рочестера, она была сожжена Джей Энэйр, Шарлоттой Бранте. То есть вот Гилберт и Губер смотрят на эту литературу прошлого и говорят, а почему женщина в 19 веке, она либо ангел, либо монстр? Вот почему нужно так рисовать? Почему женское письмо в 19 веке только о том, что женщина или плохая, или хорошая? Как так можно писать? Вот они вскрывают вот такие бинарные оппозиции странные. Говорят, в 19 веке о женщине писали неправильно. Вот такая статья, сумасшедшая на чердаке. Или Камила Палия, она пишет «Личины сексуальности, искусство и декаданс» от Нефертити до Эмили Диккенса. И она тоже изучает репрессию о том, что женщине не позволялось какие-то вещи о себе писать. А на самом деле она хотела об этом писать, и ей не давали. Вот статья, которая показывает, что не сексуальность, а личины сексуальности. Известный постструктуралист Жак Доридаун пишет о том афеминном письме. Это вообще очень интересная статья. Он спорит с Ницше. У него есть такая работа «Шпорость или Ницше». Он утверждает, что оппозиция между активным и реактивным, то есть оппозиция мужской активности и женской пассивности, она придуманная, ложная. То есть, видите, мужчины тоже присоединяются в попытке сказать, что оппозиция мужчин и женщин, она надуманная. Джудит Феттерли, тоже известная такая автор, она пишет об американском авторе Вашингтона Ирвинге. И работа у нее называется «Сопротивляющийся читатель». Она говорит о том, а зачем позиционировать женщину в романе в такую роль, которую она не очень любит. Зачем, например, женщине в романе сочувствовать Дон Жуану? Женщина не всегда любит Дон Жуану. Поэтому ей может не понравиться и неестественно, когда она должна сочувствовать такому человеку. Вот это «Сопротивляющийся читатель» – это вскрытие того, что зачем в литературе позиционировать нас в ту позицию, которая не совсем нам свойственна. На самом деле очень интересно, потому что мы иногда не отдаем себе отчет, что нам нравится, а что как бы продиктована традицией. Вот что нам должно нравиться, а что не должно нравиться. Вот у меня такая коллега, она композитор, у нее есть произведение музыкальное, как-то оно называется «Черство сентиментальных жестов». То есть мы привыкли, что сентиментальные жесты – это прекрасно. Она пишет об их черственности, то есть излишняя… Ну, когда музыку сочиняют. То есть излишняя сентиментальность, она тоже может быть не такой хорошей, как нам кажется. Вот эти вещи вскрываются для того, чтобы не было фальши. Известна тоже статья такая, автор Шоутер. Она рассматривает три этапа становления феминистической поэтики. Вот она пишет о женской фазе. Вы видите, конец XIX века. Женщины писали в попытке уравнять интеллектуальные достижения мужской культуры. То есть женщина, она говорит, я тоже как мужчина. Феминистская фаза – это конец, начало XX века. Это женское письмо, которое протестовало против мужских стандартов. Это уже спор, борьба с мужчиной. То есть я не то, что хочу достигнуть, я хочу поспорить с мужчиной. А вот такая более естественная женственная фаза – это фаза, которая говорит о том, что женщина отвергает как подражание, так и протест. Две формы зависимости. Она хочет показывать свою собственную идентичность. То есть вот начиная с XX годов, мужчина не борется, женщина не борется с мужчиной, автором, и не собирается ему как бы что-то доказывать. А она говорит о том, что она другая, и проза у нее, соответственно, будет именно такой, какой она захочет. И вот несколько фигур. Например, Айрис Мердок – это яркая очень писательница британская. Это преподаватель Оксфорда. У нее есть работы по Сартру, по экзистенциалистам. Это такая звезда 70-х годов. Я когда училась в Англии, у нас был такой знакомый, мистер Темпл, который ухаживал за Айрис Мердок. И за ней в Оксфорде ухаживали все. Она была очень красивой блондинкой, очень раскрепощенная. Она провозглашала такую свободу. И в фильме очень это ярко показано. Маленький отрывок я позволю себе вам поставить. Оксфорд и Айрис Мердок. Повторя. Это не важно. Ну, это важно. Я не думаю, что я не могу. А мне не помочь? А мне не помочь? Маленький отрывок, а мне не помочь? Вы были очень галантливы. Вы были очень глупы. Нет, Джон. Вы приезжаете? Наверное, для Айрис Мердек интересно даже не только ее роман, у нее огромное количество романов, 26 или 28, по-моему, а жизнь ее тоже очень интересна, потому что она очень умна, она достаточно свободы и любива, ее обожает Оксфорд, и она выходит замуж за Джон Бейлила, такого автора, который не очень известен, он преподаватель английской литературы, и когда она под конец жизни теряет память, он издает две книги, которые он как бы раскрывает все ее слабости, рассказывает о том, какое количество людей она любила, и как она сталкивала своих кавалеров и дам, и какими страстями горело ее сердце. Поэтому вот в Англии к ее мужу даже не такое хорошее отношение за эти две книги было, когда не стал Айрис Мердек, но тем не менее фильм снят именно по этим произведениям. То есть вот это такая тоже игра, наверное, жизни, потому что Айрис Мердек провозглашала часто вот такую идею, «The only one's freedom we could have is the freedom of one's mind». То есть единственную свободу, которую мы можем иметь, это свобода нашего сознания. И в конце жизни она теряет память. То есть вот как бы насколько неоднозначно судьба складывается. И тем не менее ее книги очень популярны, до сих пор очень популярны. Вот один из ее романов, например, «Блэк принц», «Черный принц», там абсолютно точная аллюзия к Гамлету шекспировскому, и там в постмодернистической традиции проигрываются различного рода взаимоотношения главных героев. Ну вот Айрис Мердек, она поэтому как бы вот такой пик, наверное, 70-х годов, такой свободы и отсутствие страха перед тем, чтобы показать, на что способно человеческое как бы естество, как много взаимоотношений любовных могут быть в душе каждого человека, как странно люди связаны. Поэтому вот в «Черном принце» там любовь молодой девушки и друга отца, вот, и она одевает в какой-то момент этот костюм Гамлета и как бы вот выступает как Гамлет, а Гамлет, там проигрываются все треугольники, которые есть в Гамлете. Вот все треугольники взаимоотношений Гамлета, они представлены в «Черном принце» Айрис Мердек. То есть тоже я вам очень рекомендую, конечно, этот роман, блестяще написанный, который знаменует собой вот такую эпоху раскрепощения интеллекта, потому что Айрис Мердек – это, конечно, оксфордский дон, вот, помимо того, что она писательница, и это философия, которой она занимается. То есть это вот такой интеллектуальный английский роман. Следующая писательница – это Жанет Винтерсона, о которой я всегда рассказываю с таким придыханием. Она такая радикальная феминистка. У нее непонятно, какой гендер присутствует в романах, но она обладает вот таким свойством синестезии, у нее оживает вот повествование. У нее очень трогательные романы. Вот у меня один отрывок, просто послушайте, как звучит. Она описывает Лондон. И здесь и цвет, и челюсти моста, и огромные цепи, и то, что она слышит. The great paved jaws of the bridge had been opened to let through an invisible fog-banned boat. I heard the clang of the bell and the slow clatter of the bridge on its huge chains. I thought I heard drumming, drumming, footsteps marching in dead motion to the tower. I could see the thin grills fixed in the thick stone. Did I see a face? Ну, вот как стихи она пишет. Первый ее роман назывался Oranges are not the only fruit, где она рассказывала вот о судьбе католической семьи, о молодой девушке, которая влюбляется в другую девушку, там она влюбляется не в того, кого нужно. И очень большой резонанс был от этой книги. Был роман очень сильный, письмена на теле, written on the body. И роман этот повествовал, вот у Жанет Винтерсон, у нее всегда такая тема бесконечные связи, а потом огромная любовь. Она как будто компенсирует травму, компенсирует травму поиска вот этой идеальной любви, которая не получается. И поэтому это часто зеркальная стадия, часто это другая женщина, которая как бы завуалированно монтируется. Но настолько это написано проникновенно, настолько это искренне всегда написано. Но вот в этом written on the body это, конечно, протест против Евангелия. Это вызов Евангелия абсолютно точно, потому что written on the body, это, конечно, написано на теле, а нигде в другом месте. Это вот такое нежное прикосновение, такая женская сексуальность очевидная. И вот эта любовь, которая разгорается, она разгорается, и она показана в тексте, вот она проступает сквозь текст. И такой страшный момент, потому что героиня главная, она, собственно, умирает. И Жанетта Уинтерсон выписывает ее тело, ее кровь, ее кости, то есть вот она ее разлагает буквально, то есть она уничтожает вот этот объект любви. Поэтому читать книгу страшно, но написана она очень красиво. Вот. И другая книга тоже достаточно известна, потому что Жанетта Уинтерсон безумно популярна была в Великобритании. Огромное количество ходили смотреть на ее как бы вечера, когда она представляла свои книги. Она очень высокооплачиваемый автор, очень известная. Вот у нее была, другая книга была роман «Страсть», посвященная жене Джулиана Барнса, которая в какой-то момент уходит к Жанетту Уинтерсон. Но это тоже тема, которая распространялась в средствах массовой информации. Но там тема Наполеона ярко выражена, вот такого завоевания, и тема любви. И тоже это написано таким удивительным поэтическим слогом. То есть не то, как написано, а то, как это звучит. Вот. И роман, который вот на меня произвел большое впечатление, в свое время, это «The Power Book», «Книга силы». Это роман, в который главная героиня ищет в интернете свои знакомства. И вот там идут такие диалоги, непонятно, с кем она встречается. Они очень кратко повествуют друг другу. Вот такой идет диалог. Она, например, описывает того, кого видит, говорит, просто дорого. Смотрит на одежду, говорит, просто дорого. И очень simple, expensive. То есть краткие такие выражения мысли, но производит сильное впечатление. Или она там говорит, ведет такой диалог, говорит, о чем вы пишете? Она отвечает, о страсти, о желании. Она говорит, о чем вы сейчас пишете? О страсти, о границах. А вы можете писать еще о чем-нибудь? Она говорит, нет. Вот. Но вот это такое заигрывание. То есть вы когда читаете, мурашки по коже. Вот так создан роман, что там не сюжет, а вот такие мурашки от того образа вот такого нагнетения, напряжения, которое создается. Вот она совершенно мастерски пишет. Последний роман совершенно жуткий. Франкенштайн и лавстори. Вот как раз Франкенштайн там оживает. Но она пишет Франкенштайн. Там три С. И этот Франкенштайн, это и Гертруда Стайн, это известная феминистка в Париже, о которой пишет Эрнест Хемингуэй о том салоне, который создается в предвоенном Париже, где Пикассо участвует. Это Штайн, да, Штайн. Франкенштайн, это и Кисс, то есть Франкенштайн, это поцелуй Иуды, соответственно, вообще любой поцелуй. То есть она играет словами, она очень тонко чувствует такую современную струну. И в одном, собственно, названии Франкенштайн она возвращает нас и к Мэри Шелли, к позиции женщины-автора, о том, что женщина вообще ничего не может, что женщина со своей прозой – это монстр. Вот она эту феминистическую тему с разных точек зрения рассматривает. И у нее обязательно есть современный пласт, а современный пласт – там хирург, который производит самые смелые операции. То есть вот отзывы на этот роман 20-го года были и положительные, и отрицательные, потому что на данном этапе, конечно, вот эта тема гендера и трансгендера, она очень сильна в Британии. И проблематика эта рассматривается в романе очень сильно с разных точек зрения, насколько мы имеем право идти против каких-то законов. Но вот если Франкенштайн не производит такого впечатления нежности, он такой спорный, он непростой, то, конечно, предыдущие романы, они очень сильные, потому что они открытые. И вот в этой открытости, и вот в этом крике, конечно, любви, жажда любви, вот она очень сильно выигрывает. Поэтому, несмотря на то, что я ее часто критикую, вот я не могу избавиться от определенного восхищения тем, каким образом она пишет. Она пишет как музыку. Ну вот несколько примеров. Вот открываются, закрываются двери, и вы ощущаете движение этого поезда и свет, который прорывается. Это, конечно, всегда метафора любви у Жанет Винтерсон. Ну вот следующий автор тоже очень популярный, Энджела Картер. Она совсем не феминистка. Она такой маркес английский, да, магический реализм. Вот она пишет «Кровавую комнату», она пишет роман «Wise Children», «Разумные дети». Она смеется над Оскером Уайлдом, что он переначивает его высказывания известные. Ну вот Оскар Уайлд, известно, что он сказал «Все женщины со временем становятся похожи на своих матерей». В этом их трагедия. Ни один мужчина не бывает похож на свою мать. В этом его трагедия. Она пишет, видите, трагедия. Она смеется над Оскаром Уайлдом, потому что Оскар Уайлд обязательно такая коннотация сексуальная присутствует, а Анжела Картер этим не занимается. Она ставит Оскара Уайлда на место. Она пишет, трагедия женщины в том, что она в какой-то момент начинает быть похожа на свое собственное женское воплощение. А какая трагедия мужчины в этом случае, спрашивает другой, в том, что он-то как раз не становится на него похож Оскар. То есть возникает вот такая фигура жесткой, остроумной женщины-автора, которая играет с произведениями известных сказок. Вот она пишет, например, «Кровавую комнату», там начало, прямо история «Синей бороды». Девушка приезжает в дом, очень богатый, красивый, понимает, что вот она предстала перед насильником. Вот, и вот как хичхока читать Анжелу Картер. То есть вот такое совсем иное направление, достаточно популярное и очень такое вот как бы новое. И, наконец, но не совсем наконец, посколониальная литература, вот если рассматривать этот вектор, после Айрис Мердок, после радикального феминизма, который декларирует, что вообще не нужен мужчина, надо же как-то вернуться вот к этим ценностям. И в Британии, я считаю, что огромную роль играет посколониальная литература, потому что они возвращают, это литература постколоний, то есть те колонии, которые были в Великобритании, завоеванные, Индия, Непал, я не знаю, ЮАР или Австралия, какие-то территории, которые находились под влиянием Великобритании, в какой-то момент их потомки приезжают в Великобританию и создают свои произведения. И вот такие есть яркие примеры. Есть, например, «Широкое Саргасово море», это потрясающий роман «Джен Рис». Джен Рис – это уроженка Доминиканы, это Карибское море. Вот она в детстве прочитала роман Шарлотты Бранте «Дженейр». И мы-то все восхищались Дженейр, а Джен Рис просто заплакала, она сказала, что первая жена мистера Рочестера, «Безумная Берта», она была креолкой, почему же Шарлотта Бранте ее так безжалостно сожгла на чердаке? Нет, я напишу новую книгу и не буду плакать вместе с Дженейр, и не буду любить мистера Рочестера, а я вот, меня очень восхищает его первая жена, которая почему-то погибла. Я напишу о ее жизни новую книгу, и вот «Широкое Саргасово море» очень красивая история жизни вот этой первой жены мистера Рочестера. Мы помним, как она кричала, как она мешала Дженейр, и как в конце концов вот Шарлотта Бранте ее сожгла во время пожара. А «Широкое Саргасово море» это декларация совсем другой истории. И вот по склонниальной литературе, видите, там свои теоретики, которые раскрывают... Очень многие вещи раскрывают. Вот у меня имя Эдварда Саида, он пишет ориентализм. Он говорит о том, что... Это статья ориентализма. Вот Саид нападает, например, на Джозефа Конрада, это писатель известный, который пишет о Конго. Но он говорит... Эдвард Саид говорит, а что же он пишет о Конго, когда он сам находится на своем шикарном корабле на реке Тэмзи. Сам он такой красивый и белокожий. А что же он рассказывает нам о Конго? О Конго надо рассказывать самим племенам Конго. То есть выделяется исконная колониальная литература и вот такая псевдоколониальная литература. И вот есть авторы, которые не такие, как... Вот о них пишет белый человек. Вот возникает фигура Сальмана Ружди. Это исконный индийский автор, который воссоздает роман и создает истинный Восток. То есть есть Восток, придуманный Западом, а есть истинный Восток. Но так же, как есть Россия, придуманная Западом, есть истинная Россия. Вот здесь эта тематика очень сильно проявляется. Но дело в том, что не так там все просто, потому что постколониальная литература, там теоретики выдвигают этапы становления, когда борется колония, когда она потом говорит о своей собственной идентичности, что вот мы другие. Потом некоторые теоретики пишут о сломах психологических, о том, что любой житель постколониан, как ни странно, хочет быть похожим на колонизатора. Вот он хочет, например, чернокожий человек хочет красить волосы в белый цвет. Возникает проблема вот такой сложности в идентичности. То есть вот такой... С одной стороны я такой, но с другой стороны я вообще уже теряю свое собственное представление о том, кто я есть. И вот авторы, они будут эти проблемы рассматривать очень подробно. Вот к постколониальной литературе относится даже английский пациент Майкл Андатье, замечательный фильм есть, английский пациент. Почему постколониальная? Там не постколониальная литература, а там как бы стыки, вот смесь идентичности, потому что там главный герой, он венгер, он предает англичан, все дело происходит, потому что он предает англичан своих друзей немцам. То есть вот там наступает слом идентичности. Идентичность и национальность не такая простая вещь, как нам кажется. И вот возникает... Эта тематика возникает как бы в постколониальной литературе тоже. Или у Казуо Исигура замечательная совершенно книга «Остаток дня» на исходе дня «Remains of the day». Это японский актор, который пишет об Англии, так как ни один англичанин не пишет. Он восхищается Англии, он создает историю дворецкого и аристократического дома, на который англичанин не способен. То есть японец восхищается Британией больше, чем сам британец. Он видит такие вещи, которые, возможно, уже давно забыты и устарели. Тоже постколониальная литература. Но вот другая такая теоретика, очень известная, Спивак, она обсуждает в своих статьях тему Глобального института сестринства. Она пишет, что не все женщины обязательно так уж поддерживают друг друга, что если ты женщина, это не значит, что тебе интересно читать о женщине. Вот она тоже разрушает в своих работах стереотипы определенные. Очень мною любимая автор Зади Смит, ее роман «Белые зубы». Ее мать происходит, она сама уже учится в Великобритании, но ее мать происходит с острова Ямайка. Она очень жизнерадостный автор. Вот это яркий представитель, яркая представительница постколониальной литературы. Вот в «Белых зубах» у нее возникают герои, у которых смешана идентичность. Вот есть такой герой Самат, у него дедушка Мангал Данде, который участвовал в восстании Сипаев. Восстание Сипаев – это известное восстание, 57-й год, когда британцы заставили индусов смазывать, наемных индусов, они заставили смазывать винтовки жиром свиней и коров, что было абсолютно против религии. Было кровавейшее восстание, и потом оно было подавлено. После этого королева Виктория говорила, что Индия – самый красивый бриллиант в ее короне. То есть вот такие страшные события в этом дедушке сосуществуют. А самоощущения другого героя Арча основаны на опыте эмоциональной трансформации. За спасением от геноцида следует новое состояние эйфории, встреча с будущей женой. А мать этой жени, жительницы Ямайки, вели в общество благодаря другу семьи, полковнику, англичанину-колонизатору. То есть вот людей связывают разные истории жизни, людей соединяют разные культурные пласты, их невозможно отбросить. Вот сзади Смит это замечательно декларирует. Вот она говорит, что основной конфликт и акцент романа – это культурное смятение, путаницы, потому что герои не знают, кто они такие. Там есть у кого-то англичанин, у кого-то индус, кто-то попадает под влияние военно-исламской группировки, у кого-то гибридная идентичность, кто-то деградирует до националиста. Вот это она все показывает, ее огромное количество героев, они как бы как вот такая лондонская клака, но она создает удивительный напор чувств, это очень здорово ощущать. Но в некотором смысле это как, ну вот нельзя сравнить португальская литература только, но вот это взаимодействие, Бразилия-Португалия или любая другая колония и, собственно, колонизатор, как они взаимодействуют. Я могу говорить об Индии, когда я была в Индии, я была потрясена, потому что моя любимая Британия, там очень показано, как вот они вывозили золото из бруды, как они писали, собакам-индусам вход запрещен. И несмотря на это, индусы до сих пор обожают британцев очень сильно. Это очень такое непростое взаимодействие, оно нелинейное, и однозначных там нет вот таких подтверждений. Поэтому вот эту любовь, уже осмысленную, Зади Смит потрясающе совершенно показывает в своей книге. Там очень смешной эпизод. Семья у Зади Смита переживает последствия «Торнадо» 87-го года. И Арчи, один из героев, он смотрит BBC, и он говорит, даже когда отключили свет и ветер к черту выбивал души из окон, Алсана, большой поклонник BBC, сидела в ночной рубашке на диване и отказывалась спасаться. Вот она смотрит BBC и не хочет уходить. Если этот мистер Фиш говорит, что все окей, значит, это черт побери окей. Он же BBC, в конце концов. Там по-английски he is BBC for God's sake. То есть вот насколько все равно вера британскому. Так же, как вот индусы, несмотря на все ужасы, они с огромнейшим пиететом относятся к британцам. Но не все, большинство. То есть там вот такое на агрессию абсолютная любовь. Там взаимоотношения на невероятном уровне вот такого духовного развития. И возникает так называемый парадокс Зенона. Ахиллес никогда не сможет догнать черепаху, как бы быстро он не двигался, так как она всегда будет его опережать. Герои постколониальной литературы бегут в прошлое только для того, чтобы еще более красноречиво описать и лучше осознать свое прошлое. Вот здесь и нацистская история в романе, и память, и постструктуалистический конец. То есть такое вот гибридное повествование. Основная идея этого гибридного повествования, конечно, показать, насколько мы все неоднородные, как нас связывают и помогают нам жить эти культурные исторические корни. И вот совсем уже под конец, как бы, вот я всегда заканчиваю на пусколониальной литературе, но дело в том, что если рассматривать правдивую историю о Великобритании и женской прозе, там же есть еще такой вопрос общий, global-local. Global – это глобально, насколько Великобритания, собственно, вот сама как страна, и насколько она вписывается в другие страны, и насколько есть самобытность, вот, например, в шотландской ирландской литературе. И вот наша Кэролэн Даффи, о которой я говорила вначале, профессиональная шотландская автор, вот она возникает, у нее такие женские евангелия, очень такая революционная роман, где она спорит со школой, вот она рассказывает о том вообще, что такое школа, и пишет очень грубо о школе любой, пустая школа скрипела и вздыхала, ее парты были маленькими гробами уроков, ее доски над гробиями обучения. Ну, вот здесь она просто в своей книге, в этих женских евангелиях, она школу эту бомбит, да, рассказывает, какая ужасная школа, потому что традиция, конечно, британская, этих частных школ, где запрещали дышать, любить, действовать, вот, вот она это вскрывает и показывает школу жутких директрис и рассказывает как бы о могилах, которые такой школой создавались. Вот это определенный протест, очень прямо грубый, яркий, против стереотипов и против красивых слов о школах. Дженни Фейган, тоже очень известная автор шотландская, она пишет такой роман «Паноптикум», где воссоздает историю 15-летнего Анаиса, который живет в психиатрической лечебнице. И вот там такая маленькая тюрьма, и вот герой ощущает, что за ним все время наблюдают. И вот это ощущение, это очень, роман был написан до пандемии, но в некоторой степени очень хорошо как бы вот осознается, что такое человек, который находится в закрытом обществе, что такое человек, за которым все время наблюдает, что с ним происходит. И у Дженни Фейган интересный такой феномен, она использует валийский язык, а для шотландской прозы вообще диалекты очень важны, потому что это не центральная часть Великобритании, а это вот такие как бы ну территориально находящиеся на другой территории, более отдаленные. Вот там диалекты приобретают очень важную такую роль, поэтому вот она пишет на одном из шотландских диалектов, это очень привлекает читателей. Ну вот русский перевод здесь. Я эксперимент, я всегда была таким. это данность свобода, факт. Они наблюдают за мной не только в школе или на общественных работах, но и в полицейских камерах следят везде. Ну вот говорят, что Дженни Фейган похожа на Уэлш, это другой классик шотландской прозы, его знаменитый роман «Трейнспоттинг» на игле, где рассказано о жизни наркоманов. Очень яркий фильм, поэтому это история не аристократического класса, а вот такой очень нелицеприятного социального общества. Это тоже очень популярное произведение. Ну вот известна еще такая Кейт Кленчи, она пишет роман «What is she doing here?» Где, что она здесь делает? И там воссоздана история взаимоотношений женщин разных социальных слоев. Вот там есть беженка из Косова Антигона и женщина более культурного происхождения, вот такого более статусного, как говорят иногда. И тоже очень интересно проследить, как же они взаимодействуют. Там нет дружбы, там нет любви, там есть разные социальные вот такие установки. И вот это женское письмо женщину-автора это интересует. Шотландия самобытна, там возникает фигура, конечно Мария Стюарт и Елизавета. Их взаимоотношения очень любят современные авторы рассматривать. Елизавета это известная королева-девственница, которая способствовала экспансии в Америку, а Мария Стюарт это ее сестра, которая претендовала на престол и которая была казнена Елизаветой. Но вот эта тема часто проигрывается. Элизавета Queen Elizabeth, your cousin Mary has returned to take up her throne in Scotland. The Queen! My dear cousin Elizabeth, I hope we might meet in person, that I might embrace you. But ruling side by side, we must do so in harmony, not through a treaty drafted by men lesser than ourselves. My dear cousin, let our nations cherish each other as we would. Two kingdoms united. How did the world... И она, конечно, Мария Стюарт очень популярна, потому что она была очень красивой женщиной. Ей Бродский писал стихотворения, и она Шиллером была воспета. И она очень такая неоднозначная, то есть она какие-то страшные вещи. Но если отравила своего собственного мужа, это не было доказано. И она такая соперница Елизавете, королеве Елизавете, которая очень властная правительственная британская. И вот эта тема, она обыгрывается, то есть берется исторический такой пласт взаимоотношений Шотландии и Англии, обязательно имеет свои собственные современные трактовки. Но вот был такой сериал Little Britain уже давно, там смешно воссоздается шотландская история, там показана Шотландия как очень уж любящая свои магические свойства. То есть показана там в таверне такой тип, который предлагает очень простой суп, но рассказывает о том, что это самое неожиданное меню и самый неожиданный рецепт, который только можно придумать. То есть шотландцы показывают себя как вот такую страну-загадку, женщины-авторы, они тоже эту тему будут обязательно проигрывать. А Ирландия – это другая тема совсем. Вот в Ирландии, в ирландской литературе и для женщин-авторов тоже возникает обязательно тема католицизма. Кто такие католики? Вообще католики – это, видите, у нас известные писатели Джеймс Джойс и Жанет Уинтерсон, и в Америке это Джон Кеннеди, и отец в «Унесенных ветром» Скарлетт Ахарре. Католики – это как бы приверженцы традиций. Католики – это те, которые потом будут очень яро спорить с традицией. И, конечно, Испания католическая изначально страна. Я думаю, что все проблемы вы понимаете очень сильно. Англия – это страна, которая отошла от католицизма. То есть вот вместе с Генрихом VIII, когда возникла англиканская церковь, это впервые был спор с римским папой. Впервые был такой отход от католицизма. А в современном обществе это постоянная борьба и доказательство того, что католики не такие хорошие, как они себя рисуют. То есть это постоянное обвинение католиков в том, что их идеи фальшивы. Поэтому, видите, и Жанет Уинтерсон, она борется с католицизмом. И Оскар Уайлд и Джеймс Джойс, наверное, в своих произведениях там обязательно есть внутренняя критика. То есть здесь нет возврата к таким традициям католическим, а есть все время доказательства того, что католики – это ужасно. Но вот Роман Ивленово писался, как это очень известный сериал английский, очень известная книга. Он писался, как критика католицизма, а получилось, как декларация того, что это замечательная религия католицизма. Потому что главные герои этой прекрасной книги, они все равно любят больше, чем обыкновенные люди. Очень трогательная книга, которая вот о католической семье. Но это Роман 1945 года, это уже определенное прошлое. А в современной интерпретации у нас будет, например, вот такой роман, как Lost Child of Philomena Lee. Здесь показана история жизни женщины, которая попала в католический монастырь, у которой отобрали ребенка. И то, что она всю жизнь сделала, она искала своего сына, которого отобрали. То есть это активная книга и фильм против католицизма. То есть вот то, что началось в Британии в 60-х годах, когда против католиков была вот такая очень сильная пропаганда, вот, собственно, эта литература современная и показывает. Нужно посмотреть отрывок. Продолжение следует... Поэтому, видите, как бы вот это одна из таких тем, религия, которая будет для Британии очень важна и особенно для Ирландии. Потому что в Ирландии сохраняется католицизм. Ирландия традиционно очень католическая страна. А Британия будет на протяжении всей своей истории бояться возвращения католичества. Вот когда приезжают из Шотландии короли, например, как Яков Первый, очень боятся, что он вернет католицизм. А католицизм – это значит строгие традиции. Слишком строгие для того протестантского общества, которое в Великобритании приветствуется. Поэтому, с моей точки зрения, такие нападки на католицизм, они не совсем обоснованы. Я сама в какой-то момент жила в католическом монастыре мужском в Оксфорде. В Оксфорде это было очень интересно. Это очень строгие правила. Они посвящают монахи свою жизнь в служение. У них нет собственности, они не могут жениться. Но это очень просветленные люди часто. Поэтому вот эти все то, что по-английски называется misdominus католических священников – это как бы частные эпизоды, с моей точки зрения. Но это то напряжение, которое есть в обществе, и которое обязательно будет отражаться в женской прозе и в ирландской женской прозе. И вторая тема – это, конечно, вот опять-таки магический реализм, что у нас есть человеческого. Такой роман современный с Сарой Марией Гриффин, который повествует, называется «Запасные найденные части». Он повествует о том, что после пандемии, там не пандемия, там эпидемия. И роман, кстати, написан до пандемии. Но дело в том, что каждый из героев вдруг осознает вот в этом городе опустошенном. Среди выживших людей каждый герой осознает, что он не герой, а что он часть тела. Рука, нога, глаз. А одна из героинь, она осознает, что как бы она сердце. Вот у нее… Она единственная, чья механическая часть – это сердце. Вот она сердце, то есть вот эта тема одиночества, частей, насколько мы части всеобщего пространства или абсолютно изолированной части. Вот возникает эта тема сердца, которая, конечно, для женщины, автора любого страны, любого времени очень актуальна. Вот. И, конечно, Джоанна Роллинг, да, вот у нее шотландские корни, ее Гарри Поттер. Но вот я не склонна как бы говорить о том, насколько это потрясающая книга, но она очень всем нравится. Это такая магия. Магия – это, конечно, не христианство. Магия – это такая более языческая культура, более простая. Но в Англии, поскольку это старая страна, вот эти магические свойства, отголоски друидов, они присутствуют. Даже есть такое место в Лондоне, Примресс-Хилл, в очень богатом районе, где летают спутники, где такой очень приятный такой холм, и рассказывают, что именно там были друиды. То есть огромное количество мест, которые связаны вот с этой старой культурой, да, кельтской культурой и культурой как бы даже до времени Христова. Поэтому Жоан Роллинг удается, так же как Толкину, удается вот эту магическую струну ощутить и показать. И она вот этой своей стариной очень нравится. И здесь, наверное, даже не обязательно говорить, что это женская проза, но это такая способность женщины-автора уловить ту струну, которая нравится. А нравится все неизвестное. Вот это то, что не является реальным миром, а то, что является миром как бы вот за гранью нормального мира. И здесь нет христианского мотива, здесь есть вот такая тайна, которая и привлекает. Поэтому, конечно, книга становится бестселлером, и, как мы знаем, фильм очень популярен, и обойти его стороной, наверное, невозможно. Но я повторяю, вот здесь тема Толкина и Льюис. Льюис – это христианский автор, который по-настоящему идеи христианские излагает, и он будет уже совершенно иной. Вот такой у меня получилась сегодня такая презентация. Очень много разных тем, очень много авторов. И основная, конечно, идея была показать, что существует проблематика движения. То есть возникает женщина-автор, которая спорит с мужчиной, но постепенно она превращается в автора, который рассказывает о том, что она имеет свои собственные взгляды, отлично мужское видение мира. И при этом различные персонали вырисовывают вот этот женский взгляд по-своему. И определенно есть движение в сторону традиции человечности, как мне показалось, в виде постколониальной литературы. И существует, конечно, вот эта проблематика литературы на местах, своеобразие шотландской прозы, своеобразие ирландской женской прозы, которые показывают вот эти особенности различных частей Великобритании, насколько они соответствуют или не соответствуют общей британской женской прозе, насколько вот эта самобытность высвечивается. Вот. На сегодня у меня все. Спасибо. Спасибо.